Господин посол, мне приятно с вами встретиться, человеком умным, образованным и самое главное очень действенным, быстрым таким, очень активным, но и доброжелательным. Я уверен, несмотря на определенные ограничения, в вашей должности они всегда есть, я это хорошо знаю, поскольку сам направляю своих послов в зарубежные страны, вы все-таки были человеком порядочным и, скажем так, религиозным. Поэтому мне приятно с вами встретиться. Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло. Все руководители католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми. Мне с вами легко разговаривать как представителям религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды в Беларуси, руководство Беларуси и Ватикана практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Беларуси безопасности в Европе позиции абсолютно созвучны, и это показывает конфликт на Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию. Я с вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим, в Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем, как бы мы ни плакали, живем неплохо, нам нужен новый договор о мире. Нужен новый мир, если можно сказать, в Европе. Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов, не только подчиняться кому-то и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу. Еще раз подчеркиваю, что вы были человеком активным, и я вас очень благодарю за ту помощь, которую вы оказали нам при освобождении 30 наших граждан после начала СВО в Украине. Мы это очень ценим, и будем помнить, и не забудем об этом. Еще одна просьба к вам. Я бы вас очень просил, чтобы вы подготовили будущего посланника в Беларусь, и чтобы он был, ну, он должен быть лучше, чем предыдущий. В этом есть суть прогресса. Но мы будем довольны, если новый посланник Папы Римского будет такой, как Юзич. Мы абсолютно согласны с этим. Еще раз повторяю, мне приятно с вами встретиться, обсудить те вопросы, которые, возможно, накопились в отношениях между Беларусью и Ватиканом, и также у католической церкви в Беларуси. Спасибо. Я очень благодарен вам за такую высокую оценку. Я думаю, что это я не заслуживаю, но спасибо за такие прекрасные слова в мой адрес. Конечно, я посланник Папы Франциска в этой стране, но я работаю для вашего общества, не только для католиков, не только для нашей церкви, а для всех. И мне было очень приятно, хотя приехал не так легкое время, когда Паролин не обещал. Меня отправили в Африку сначала, в Кот-де-Вар, потом я попал в Баварию. А он сказал, слушайте, сейчас тебя не будем отправлять там, буду отправлять в маленькую мирную страну. Это еще было до ковида. Хорошо, но потом ковид я опоздал, поэтому я благодарен вам за разрешение мне служить в этой стране. Но я приехал чуть-чуть позже, почти полгода позже, но уже после выборов. Но, знаете, я смотрел каждый день за не только нашу церковь, а что бывает в стране. И когда я приезжал ежегодно в Ватикан, я встречался с папой римским. С папой, я сказал, и писал, конечно, но когда я заходил в дверь, я сказал, а как Лукашенко? Первое, не бонджорно, не добрый день, а как президент Лукашенко? Я заметил, что между вами есть определенное хорошее отношение, которое создалось на важных и хороших принципах. И именно за это, и что он мне спросил, я пытался всегда отвечать, и что он мне поручал делать в этой стране. Продолжение следует...